Уже несколько дней публика завороженно наблюдает за судебно-больничными перипетиями главного фискала страны. Носилки с аккуратно укутанным одеялом Романом Насировым появляются то в киевских больницах, то в зале суда. Это вызывает как минимум удивление. Ведь если и правда Насирову сделали операцию, как утверждали его адвокаты, то почему вместо реанимации он путешествует по всему городу? А если врачи помогали ему симулировать болезнь, то что же ждет знаменитую феофанию? В Минздраве, кстати, уже успели заявить, больница особая, министерству не подчиняется. Так что теперь, возможно, еще и ее могут реформировать. Хронологию лежачих странствий главного пациента страны. Смотрите далее. Все началось здесь, в больнице Феофании. В четверг вечером спецназ НАБУ и САП пытались вручить подозрения и задержать главного фискала страны Романа Насирова. Но на их пути возникла первая мощная преграда. Правоохранителей встречает он. Приказ чей? Головного лекаря? Наказ не вычинять спецназ НАБУ, так? Нет, просто есть расписание. Я вижу. Приходите в утро. Спецназ в экипировке остановлен бескомпромиссным вахтером. Вся спецоперация чуть не разбилась, а твердая не положена. Позже в САП объяснили. И правоохранители почти два часа стояли возле больничных дверей. Рядом с ними восемь адвокатов Насирова. Лишь в 11 вечера детективы заходят внутрь. Но опять преграда на пути в палату врачи. Но наконец первый успех. Спецназы-детективы прорвались в палату к Насирову и зачитывают ему подозрения. Сам фискал лежит с закрытыми глазами и тем самым вслепую обходят закон. Неможливо поведомить особи про подозру, яка не є контактною. Ему защитывали, коли он был непридобным. И это, звичайно, незаконно. Настоящий или все же мнимый больной? Вопрос пока без ответа. Примерно в час ночи главный пациент страны входит в историю. Точнее въезжает на больничной каталке, укутанной клетчатым одеялом. Насирова срочно везут в реанимацию. Третий корпус. Кардиореанимация. Какой диагноз подскажите, пожалуйста? Вы доктор? Инфаркт миокарда. Все больничные злоключения Насирова случились как раз в его день рождения. 4 марта ему исполнилось 38. Казалось бы, мужчина в самом расцвете сил. Но в пятницу ему якобы проводят сложную кардиооперацию. Об этом заявили его адвокаты. Хотя подтверждения этому до сих пор нет. А уже в субботу сам пациент с утра все-таки смог написать пост в фейсбуке. О том, что не виновен, что готов к борьбе в суде и мечтает вырваться из больницы. Тем временем детективы НАБУ снова пришли проведать больного. Но налоговика быстро увозят в институт кардиологии. Насиров лежит на носилках вновь с закрытыми глазами. В НАБУ торопятся. Ведь в воскресенье вечером истекает срок задержания подозреваемого. Поэтому важно понять, насколько он болен. В кардиоинституте Строжеско сперва отказывались делать какие-либо заключения. Но позже в институте ситуацию таки пояснили. И таки выдали заключение. У Романа Насирова гипертоническая болезнь второй стадии. И срочной помощи или стационарного лечения ему не требуется. И в субботу вечером Романа Насирова увозят из кардиоотделения в Соломинский суд Киева. Картина уже привычная. Налоговик на носилках с закрытыми глазами. Молодые люди, дайте больному выехать. Но избрать меру пресечения Насирову в субботу не смогли. Слушание прерывали на медицинские осмотры. И в конце концов перенесли на воскресенье. И уже сегодня утром лежачего Насирова под новым зеленым одеялом принесли в зал суда. Рядом с ним капельница. Глаза налоговика открыты. И он даже смог пару слов сказать. Но заседание опять прерывают. На этот раз из-за правовых нестыковок. В суде не смогли найти следственного судью. Главу государственной фискальной службы обвиняют в коррупционных деяниях и в причастности к газовому делу Онищенко. На время расследования Насирова отстранили от исполнения обязанностей главы фискальной службы. Если вина налоговика будет доказана, ему грозит тюремный срок. Если нет, он сможет вернуться в кресло. Если, конечно, здоровье позволит. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности недели телеканал Интер.